Водгсн 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 по десятый уровень. Я не говорил о том, что в клан не может попасть человек, у которого нет на каждом уровне хотя бы по одному танку. То есть вот прям первый уровень должен быть, второй уровень должен быть, третий, ну и так далее. Нет, ребят, разговор абсолютно шел не об этом. Разговор шел о том, что меня интересует игрок и мне по барабану, какого уровня танки у него есть. Если у вас нет десяток, но у вас есть танки первого, второго уровня и вы хотите качаться в нашем клане, вы хотите фаниться вместе с нами, да, пускай в песке, но хотите играть, дальше вы в любом случае будете открывать какие-то уровни, а может и не будете открывать, может просто премчиками удовлетворитесь. Короче говоря, ребят, по поводу уровня танков мне без разницы, какой уровень танков у вас будет. Теперь в отношении статистики побед. Ребят, мне абсолютно без разницы ваша статистика побед. Она просто должна у вас быть. Когда я говорил по поводу того, что если вы полный лузер, вам делать нечего в нашем клане, я имел ввиду, что если вы за все время, сколько играете в танки, прям вообще ни разу не победили никак, но тогда танки это просто не ваше, ну и желательно тогда не занимать место в клане. А статистика побед меня не интересует ровным счетом абсолютно. Даже если ваша статистика побед составляет 10%, ребят, вы все равно подходите под отбор в мой клан, только лишь потому, что я отбираю туда не по статистике, не по уровню танков, не по каким-либо другим соображениям. Я отбираю ребят, которые хотят играть, веселиться, которые не будут выпрыгивать из трусов, нервничая из-за того, что проиграли в каком-то бою, играя со взводным, со своего клана. Ну и людей, которые являются воспитанными и обладают достаточным уровнем уважения к окружающим для того, чтобы никого не оскорблять. Вот и все. Я не хочу руганий в чатах и я не хочу, чтобы между собой ребята, которые попадут в клан, выясняли что-либо с пеной у рта, уж тем более используя нецензурную лексику. Это что касается основных требований. Чего еще я требовал в первом видео? Я требовал наличия у вас подписки на мой канал. Ну по-моему это честно и справедливо. Если я организовываю клан своего канала YouTube и хочу видеть там ребят, которые поддерживают канал, с которыми я общаюсь на стримах и в дальнейшем планирую общаться, по-моему это требование вполне закономерное. Ну и последнее, что я требовал, я требовал от вас наличия аккаунта на евросервере игры, потому что именно на евросервере создан клан. И я не могу принять в клан с СНГ. Я думаю, всем вам это известно, что технические возможности не безграничны. Итак, ребят, если мы расставили все точки над И по поводу того, какие требования есть к игрокам и к желающим присоединиться к нашему сообществу в виде клана, давайте тогда вернемся к вопросу начала второго этапа отбора. Ребят, второй этап отбора представляет собой следующее. В ближайшее время отслеживайте информацию в разделе сообщества. На странице сообщества будет опубликована статейка, в которой будет предоставлено вам 10 вопросов. Ответы на эти 10 вопросов вы сможете найти, прочитав статейку в сообществе, там будет все разъяснено. Когда вы найдете 10 ответов на вопросы, которые будут выставлены в разделе сообщества, для того, чтобы дать ответы, вам необходимо явиться на ближайший стрим субботняя катка и на стриме субботняя катка озвучить ответы на данные вопросы. Я думаю, что в целом, если вы внимательны, если вы готовы взять ручку, бумагу, записать ответы, которые найдете на вопросы, готовы прийти на стрим субботняя катка, которая состоится в ближайшую субботу, я думаю, что шансы попасть в клан у вас есть. Единственное, что вам надо будет делать на стриме субботняя катка, это внимательно слушать, когда прозвучит тот или иной вопрос и быть первым, кто ответит на этот вопрос, написав ответ в чат. Ну вот, ребята, в принципе и все. Я сделал все возможное для того, чтобы вам было, ну, не сложно попасть в клан, для того, чтобы максимально можно было минимизировать влияние вашей статистики, уровня вашей подкованности, вашего возраста, вашей, я не знаю, половой принадлежности. В общем, я подобрал, как мне кажется, для второго этапа самый лояльный по отношению ко всем желающим способ отбора в клан. Я желаю всем искренне успеха и я надеюсь, что ясность, которая мною, ну, я по крайней мере попытался, была внесена в отношении требований к желающим попасть в клан, но немножечко развеет смуту и сомнения среди тех, кто раздумывал подаваться или не подаваться в виде заявки на присоединение к клану. И если у вас появилось желание присоединиться к нам, хотелось бы отметить следующее. Посмотрите еще раз первое видео, посмотрите раздел сообщества, ну и, соответственно, под этим видео, в том числе, как и под первым видео, посвященным теме присоединения к клану и в сообществе, вы можете в комментариях подать свою заявку на желание, ну, по поводу желания участвовать в отборе. Напомню, для того, чтобы подать заявку в комментариях к данному видео, либо к первому видео, либо в разделе сообщества, в комментарии вы должны написать свой никнейм на ютубе, на котором есть оформленная подписка на канал вот гсн и написать свой никнейм в игре на евросервере. Вот и все, что есть необходимым для того, чтобы подать свою заявочку. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Я непременнейше буду информировать вас максимально скоро о развитии событий в отношении набора в клан. Ну, и, соответственно, буду рад вас видеть как на канале, так и в клане. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.